В гости к девятиклассникам 56-й школы пришли представители власти. Региональный министр образования Елена Буняшина и депутат Рязанской областной думы Александр Ральгейзер. Тема открытого урока касалась русского языка. Накануне в России отмечали 200-летие с момента рождения великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Впрочем, и потом это сами признали высокие гости. Школьники в интеллектуальном плане сейчас весьма развиты, потому и темы общения не ограничивались лишь литературой. Ребята активно спрашивали министра образования про сдачу единого государственного экзамена. Обсуждали со взрослыми и политические вопросы, касающиеся недавнего присоединения Крыма к России. В 56-й школе уже сейчас внедрили новый проект. Это дистанционное обучение ребят с ограниченными возможностями. Девятиклассник Илья теперь слушает объяснения своего учителя через сеть интернет в прямом эфире. Специальную видеоаппаратуру помогли установить рязанские предприниматели. Для ребенка очень важно общение. Общение не только со взрослыми людьми, но и со сверстниками. Вот Илья теперь такую возможность получил. Ребята без сомнения, конечно, ходят к нему и домой, но это не бывает так часто, поскольку класс выпускной. Но на уроке вы видели сегодня это общение, оно может быть. Илья отвечает как настоящий ученик, присутствующий в кабинете. Ну и ребята иногда даже спорят с ним или помогают в решении каких-то задач. Дистанционное обучение помогает, по словам регионального министра образования Елены Буняшиной, в социализации детей с ограниченными возможностями. Родителям тяжеловато иногда, может быть, такое решение принять, но мы считаем, что это социализация и ребенка. И это, я думаю, позитивно влияет на понимание жизни, на то, что надо протягивать руку другому рядом человеку для ребят, которые сегодня в классе. Для людей с ограниченными физическими возможностями, и это ни для кого не секрет, весьма непросто передвигаться по городу. По этой причине посещать учебные заведения даже по месту жительства им трудно. Дистанционное образование в какой-то мере снимает некоторые барьеры. Люди с ограниченными возможностями не замыкаются в себе, а активно участвуют в жизни общества. Люди с ограниченными возможностями не замыкаются в себе, а активно участвуют в себе.